МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приходько, Дерипаско и девушки из эспортслужбы. Навальный выступил с новыми разоблачениями. Отклонить нельзя оправдать. Где ставить запятую в вердикте, решил спортивный арбитражный суд. И непосредственно в день открытия Олимпиады в Пхенчхане отклонил таки апелляции российских спортсменов. Ни одному из почти полусотни атлетов, подавших иски на обжалование решения Международного Олимпийского комитета, на играх выступать не разрешили. В свою очередь, МОК уже выразил удовлетворение решением арбитража. Подробнее о вердикте КАС Максим Дробок. Никакой дискриминации и никаких нарушений процедуры допущено не было. Такого вердикт спортивного арбитражного суда. Он рассмотрел апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного Олимпийского комитета не приглашать их на нынешнюю Олимпиаду. Хотя Олимпийский комитет России был отстранен, МОК, тем не менее, решил предложить отдельным спортсменам возможность участвовать в зимних Олимпийских играх в установленных условиях. Это процесс, предназначенный для вынесения сбалансированного решения в рамках интереса МОК к глобальной борьбе с допингом и интересам индивидуальных спортсменов из России. Ни одному из подавших апелляцию не было разрешено принять участие в Олимпийских играх. Среди них, в частности, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, олимпийский чемпион Сочи 2014 биатлонист Антон Шипулин и двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов. МОК уже поприветствовал решение спортивного арбитражного суда и назвал это поддержкой борьбы с допингом, которая дает ясность для всех спортсменов. Какие теперь последствия для россиян может иметь пятничное решение КАС? Ведь сначала арбитраж встал на сторону российских атлетов и отменил решение МОК о пожизненной дисквалификации. Когда Олимпийский комитет после этого отказался приглашать атлетов на Олимпиаду, и они снова обратились в КАС, арбитраж фактически встал на сторону МОК. Как это объяснить, спросили мы немецкого спортивного юриста Михаэля Леннера. Это трудно понять даже нам, юристам, в области спорта. Здесь два уровня. Первый уровень – это когда основная панель суда КАС в Лазанне рассматривала вопрос, оправданы ли случаи пожизненной дисквалификации. Нынешнее рассмотрение на выездной панели КАС касалось только вопроса, насколько МОК вправе приглашать или не приглашать атлетов и по каким критериям. Это другой уровень. Там проверялось, был ли кто-то не приглашен в силу каких-то нарушений. В итоге за комитетом было признано право и рамки для такого решения. Так какова же дальнейшая судьба российских атлетов? Означает ли нынешнее решение окончательную точку в этом деле? Или, возможно, еще юридические разбирательства? И какие главные уроки можно вынести из этого процесса? Вот что говорит эксперт. Решение принято, его можно проверить в плане компенсации ущерба. Но, в принципе, это конец. Думаю, что противостояние юристов закончилось. Мы же поняли, что МОК присуще своей власти, и против него нужно бороться. Мы также поняли, что нужно действовать заранее. Наконец, мы поняли, что МОК можно противостоять. Решение КАС об отмене пожизненной дисквалификации и сокращении другого запрета до срока одной олимпийской декады было шагом в сторону усиления прав спортсменов. Это было мнение немецкого спортивного юриста Михаэля Леннера. Как бы то ни было, на играх в Пхенчхане группа россиян из-за допинг-скандала останется в усеченном виде. Кроме того, выступают они не под российским флагом и не в форме российской сборной. И к другой теме. Начиная с 2013-го, число уехавших за рубеж молодых российских ученых и предпринимателей растет. Причины разные. Кто-то не верит в перспективу малого бизнеса, кто-то не хочет мириться с коррупционными схемами. Только в 2016-м из России уехали порядка 300 тысяч человек. В среднем же страну ежегодно покидают до 150 тысяч молодых людей. Наш московский корреспондент Михаил Комодовский встретился с двумя российскими стартаперами и поинтересовался, в чем разница в работе здесь и там. Гульнас Кусаинова переехала в Данию 4 года назад. В России девушка долго и успешно работала в корпоративном секторе. Вела свой бизнес, но захотела большего. Разработала стартап и, вооружившись идеями, отправилась покорять Копенгаген. Там попала в акселерационную программу и через несколько месяцев запустила EasySize. Это софт для онлайн-магазинов, помогающий покупателям выбрать правильный размер одежды и обуви в соответствии с предпочтениями клиента. Инновационно, с помощью искусственного интеллекта. Мне хотелось построить такую глобальную компанию. Я понимала на тот момент, что в России это будет практически невозможно сделать, потому что инвестиционный климат ухудшался. Ну и в принципе, в России сам к себе это большой рынок. И мне кажется, очень многие компании, когда они работают в России, они становятся заложниками этого. Притоку иностранных мозгов в Данию способствует государство, говорит Гульнас. Правительство Королевства постаралось создать для стартаперов комфортные условия. И если зарубежные хэдхантеры готовы устроить настоящий бой за российские умы, в самой России, где, как говорят эксперты, условия не такие благоприятные, на стартап мигрантов обижаются. На самом деле это удивительно для меня, но мне очень часто пишут люди в фейсбуке, люди, которых я не знаю, и с такой какой-то критикой, что ты получила образование в России, а сейчас занимаешься компанией где-то в другой стране. В отличие от Гульнас, Дмитрий Малянов своей компанией занимается в России. Видеораспознавание, искусственный интеллект, блокчейн мы соединили и сделали платформу, которая позволяет полностью автоматизировать размещение рекламы. Это совершенно новый подход на рекламном рынке, на рынке нативной рекламы. Три россиянина объединили на одной платформе блогеров, рекламодателей, креативщиков, искусственный интеллект, блокчейн и желание перевернуть рынок нативной рекламы. Запустить раскрутку бренда стартаперы предлагают в один клик, вместо нескольких недель. Говорят, секрет успеха в международной команде. Русские мозги очень хороши в создании решений, в создании алгоритмов, в создании технологий. Американцы хороши в упаковке, в маркетинге, но вместе мы очень хорошо добавляем друг друга, дополняем. Поэтому, как раз работая с несколькими ребятами из штатов, мы являемся таким очень эффективной командой. Молодые стартаперы из Эдхайв не побоялись трудностей, от преодоления которых отказалась Гульнас Хусаинова. Они рискнули и им удалось добиться успеха даже в непростых российских условиях. Фонд борьбы с коррупцией в России оппозиционер Алексей Навального обнародовал новое расследование. В нем говорится о том, что зампред российского правительства Сергей Приходько получал взятки от олигарха-соотечественника Олега Дерипаски. В фильме Навального приводятся фотографии Приходько и Дерипаски, отдыхающих с девушками на яхте миллиардера. Что еще удалось выяснить борцу с коррупцией, а также о других событиях пятницы, в нашем обзоре. В расследовании фонда Навального приводятся также и материалы ведущих американских СМИ, касающиеся связи миллиардера Олега Дерипаски с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Монафортом. Навальный сделал вывод, что миллионы долларов, которые Монафор должен Дерипаске, американец попытался возместить, став своего рода секретным каналом связи между президентом Российской Федерации и Владимиром Путиным с предвыборным штабом Трампа. Олег Дерипаска уже заявил, что намерен судиться из-за этих, цитата, «лживых обвинений». Навальный же прокомментировал это заявление, попросив Дерипаску указать, в какой именно части расследования содержатся ложные сведения. На выездном заседании спецкомиссии британских политиков в Вашингтоне представители Твиттер сообщили о 49 аккаунтах российских троллей, выпустивших около тысячи твитов о Брекзите. Представители соцсети отметили, что это очень низкий уровень участия и что признаков связи с Россией найдено немного. На том же слушании компания YouTube сообщила, что не обнаружила свидетельств российского вмешательства в референдум о выходе Великобритании из ЕС. Между тем представители соцсети Facebook заявили, что продолжают свое расследование и опубликуют результаты в феврале. Австрийский космический форум «Объединение специалистов и энтузиастов космонавтики» проводит в пустыне Амана четырехнедельный эксперимент по имитации жизни на Марсе. Участвуют в нем более 200 ученых из 25 стран мира. Условия в пустыне похожи на марсианские. Такие же каменистые плато, ночью очень холодно, днем более 50 градусов жары. Так как цель исследований дальнего космоса — это заселение других планет, участники эксперимента попытаются найти в пустыне воду и вырастить овощи в теплицах. Ученые считают, что люди смогут полететь на Марс уже через 20 лет. Марсианским колонистам предстоят марш-броски в спецскафандрах Ауда весом почти в полсотни килограммов. Правда, облачившись в Ауду, можно поесть, попить и даже почесать кончик носа. Стоимость скафандра сравнима со стоимостью Феррари. О развитии событий ДВН расскажут уже на следующей неделе, в том числе на каналах наших партнеров. Всего вам доброго и оставайтесь с нами.